Мы продолжаем рассказывать о том, что происходит на выставке Экспо в Астане. Сегодня свой национальный день проводит Азербайджан. О том, как он проходит и какие разработки республика привезла на выставку, готова рассказать моя коллега Гульнара Хасан. Она на прямой связи со студией. Гульнара, добрый день. Передаю слово. Добрый день, Динара. Добрый день, Динара. Да, национальный день Азербайджана уже стартовал официально. Прозвучали гимны двух государств, поднятые флаги Казахстана и Азербайджана. И получается, сейчас уже совсем скоро делегаты прибудут в национальный павильон страны. Нужно сказать, что... Вот посмотрите, здесь уже идет праздничная концертная программа. Буквально мы окунаемся в культуру, богатую, колоритную культуру Азербайджана. Павильон Азербайджана один из самых интересных. И это ничуть не преувеличение, поскольку он признан одним из самых посещаемых с начала выставки. В павильоне Азербайджана можно не только окунуться в культуру, в традиции Азербайджана, также увидеть, ну, конечно же, перспективные разработки в области зеленой энергетики. А кроме того, совершить виртуальное путешествие в Баку. К сожалению, мы не смогли сейчас посетить сам павильон, поскольку ожидаем высоких гостей. Но можно сказать уже, что в Азербайджане действительно немало перспективных разработок, представленных на территории павильона. Азербайджан, как известно, страна, которая всегда у нас ассоциировалась с богатой энергетической державой. Нефть долгое время была драйвером экономического роста страны. Но в последнее время наблюдается снижение добычи объемов нефти. Если в 2010 году добывалось 50 миллионов тонн, то уже в прошлом году порядка 40 миллионов тонн. Поэтому у страны, конечно, есть... Поэтому страна уделяет большое внимание развитию возобновляемой энергетики. Сейчас уже 10% энергии добывается за счет возобновляемых источников. А к 2020 году эта цифра достигнет 20%. Очень интересная страна, очень богатая культура. Вообще интереснейший павильон. Поэтому, уважаемые телезрители, воскресный день не проводите дома. Посетите павильон. Мы вам искренне советуем. На этом у меня все. Генара. Спасибо, Гульнара. Я надеюсь, телезрители последуют вашему совету и обязательно посетят сегодня площадку Экспо. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Гульнара Хасан.